Жители села Беседы обеспокоены. Постоянные сливы канализации в природу наносят вред окружающей среде. Староста села Надежда Шпитонкова помнит этот пруд чистым и облагороженным. Говорит, ее отец с односельчанами своими руками убирали его и следили за состоянием. Но когда недобросовестные граждане начали сливать свои отходы в ближайший овраг, вода начала попадать и в водоем. Теперь в него даже нельзя окунаться на крещение. У нас было три пруда в села Беседы. Фактически два уже погибших пруда. Остается последний. Он уже превратился в болото. Вы видите. Поэтому вспоминаю чистые овражки, чистые пруды, чистые колодцы. Сейчас у нас фактически и овраг, и пруд все превратилось в отстойник канализации. Все жители дома, чьи подходят вот сюда к этому оврагу, все сливают сюда свою канализацию. И мы не можем с ними справиться. У нас у актива села нет таких полномочий. Мы не можем у нас, если только власть подключится к этому делу. Похожая ситуация происходит не только в Беседах. Проблемы из-за отсутствия канализации существуют на всей территории сельского поселения Развилковская. Законопослушные жители пользуются выгребными ямами. И за свой счет с помощью специальной техники регулярно их очищают. Другие же сливают отходы прямо на улицу. Некоторые, даже чтобы скрыть следы преступления, проложили от своих домов трубы, которые выходят глубоко в лесах. Оттуда грязная вода спускается в Москву-реку. А это уже грозит экологической катастрофой. В Москву-реке тут же происходит такая ситуация, что мы все-таки сбрасываем ту грязь, те отходы, которые портят свою окружающую среду. Нам бы этого не хотелось, конечно. Я уверен, что на сегодняшний момент 21 век. И нам бы хотелось, чтобы мы жили в чистоте и в нормальной экологической ситуации. И кажется, в недалеком будущем экологическая обстановка все-таки наладится. В марте этого года на встрече с жителями Развилки глава Ленинского района Олег Хромов представил проект канализования и водоснабжения деревень. На сегодняшний день есть разрешение на строительство линии, а также готов проект, который состоит из пяти этапов. Каждый стоит как минимум около 30 миллионов рублей. Сельское поселение нашло возможность найти такие на первый этап. У нас есть понимание с Олегом Владимировичем Хромовым, что и на второй этап тоже будут выделены деньги. Либо нашим сельским поселениям, либо совместно с Ленинским районом. И мы на следующий год уже планируем, чтобы мы вошли в губернаторскую программу «Чистая вода». И тогда, если за год, за полтора мы осилим все наши возможности, то вот этого безобразия уже не будет. Канализовать предстоит 6 и 7 деревень. Вощерина эта работа была проведена еще два года назад. Линии канализации будут врезаться в московскую сеть. Оттуда же будет поступать и водоснабжение. Система заработает примерно через полтора года. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, ВИДНОТВ.